Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня мое сообщение для тех, кто любит выращивать растения в подвесных корзинах, кашпо, на опорных стенках с такой целью, чтобы украсить ими свои какие-то уголочки сада. И в первую очередь для тех, кому надоели эти наглые петунии со своими кричащими красками, я, конечно, шучу, но хочется всегда разнообразия. И вот мы сегодня раздвинем наши горизонты, и я расскажу, какие можно еще растения использовать в подвесных корзинах, которые будут образовывать либо цветочные каскады, либо украшать кашпо своей зеленью с весны до поздней-поздней осени. Не буду останавливаться на лаберии. Вы знаете, это растение прекрасно. У меня есть вот такая картинка. Некоторые лабели имеют особый рост. У них удлиненные побеги с длинными междоузлиями, и они, посаженные в кашпо, образуют каскады. Конечно, вы уже знаете про пеларгонию плещелистную. Это тоже царица кашпо, и она очень замечательно себя там чувствует и никогда не подводит. Всем известно также бегонии. Бегонии, которые имеют тоже длинные побеги. Например, бегония боливийская с замечательными красивыми яркими цветками и некоторые другие гибриды. Ну, с детства, наверное, помните, что есть такое растение фуксия, которое, посаженное в кашпо, также образует определенный каскад, и ее красивые цветочки свисают колокольчиками очень длительное время. Но я хочу вас подвести плавно к тем растениям, которые, может быть, кому-то не пришли на ум с такой целью, чтобы посадить их в кашпо. Но перед этим я немножко поумничаю. Ведь эти растения называются ампельные, да? Но в ботанике нет такого понятия ампельное растение. Существуют растения, стелющиеся. Они образуют длинные побеги, некоторые образуют, в последствии роста своего, столоны, наземные столоны. Это такие розеточки, которые в местах присоединения к почве, они укореняются. Есть форма, жизненная форма растений, вьющиеся, которые с помощью различных приспособлений, допустим, усики, цепляются, либо лазающие, которые взбираются, обвивая какую-то опору. Есть подушковидные, у которых укороченные побеги и многочисленные побеги. И они образуют такую подушечку, разрастаются сильно. Ну и вот это растения те, предположительно, которые и можно посадить в наше кашпо. К таким растениям можно отнести, конечно, вербену. У него образуются многочисленные цветки, очень красивые, эффектные, она неприхотливая. Вербена гибридная, либо вербена тонколистная, тонкорассеченная, тенуитесима называется. И она будет также замечательно украшать ваше кашпо. Если замечали, есть такой вербейник, лизимахия, монетчатый, ну мулярия называется. Он образует длинные плетьи, порой до метра. Цветочки невзрачные, мелкие, но зелень уже очень хороша. Монетчатые листочки очень похожи на мелкие монетки. Как на мои монетки, так это двухкопеечные такие. Замечательное растение череда, биденс фирулифолия, которое также будет не спадать с каскадом, с вашего кашпо. Также те растения, у которых немножко утонченные стебли, они такие мягкие. Когда они растут в грунте, на грядочке, то они немножко разваливаются, разваливаются, наклоняются. И опираясь друг на друга, образуют такую картинку. Например, диасция. Многочисленные цветочки, они похожи на немезию, либо на длинный зев. Это тоже семейство норичниковых. Тоже можно отправить в кашпо. Замечательное растение сапонария базиликолистная. Обратите внимание на видовое название. Тоже будет уместно в кашпо. Всем известный флокс шиловидный, который растет подушечками в грунте. Но в кашпо он будет не спадать. Есть еще такое растение эфорбия. Эфорбий много. Но именно эфорбия миртолистная также пойдет в наше кашпо. Если я говорила про подушковидное, то это все виды и сорта тимьяна. Мало того, что он будет красиво образовывать шапочку, не спадать. И в то же время будет создавать приятный такой аромат. Что можно туда еще отправить? Можно, конечно, отправить плетистые сорта настурции. Различные окраски. Можно отправить, если я уже говорила об вьющихся растениях, различные лианы. Эта лиана называется настурция иноземная. У нее красивые листва и очень оригинальные цветочки. Различные аквамаклиты. Ну, а если говорить о редких растениях, которые наверняка, если заинтересуетесь, вы найдете и об этом ни за что не пожалеете, то это различные виды ипомей. Хотя ипомея, именно вот ипомея батата, уже не такое уж и редкое растение. Бывают различные окраски. Вот такая вот нежно-салатовая зелень с цельным листиком. Есть сорта с рассеченным листиком. Мы уже как-то с вами про них говорили. Это тоже разновидность ипомея батата. Бывают пестрые листики. Они за сезон образуют великолепный каскад. Редкое, но очень интересное растение называется аптения сердцелистная. У нее будут вот такие ниспадающие плети. Они сочные, тяжелые. Цветочки, может, и не очень красивые. Нет, они, конечно, красивые, но они мельчайшие. Их размер едва достигает 5-7 миллиметров. Красненькие, оранжевые. Здесь форма вариегатная, то, что называется пестрая. Она более редкая. А вот у меня черенок с обычной окраской. Та же аптения сердцелистная, потому что листик напоминает нам сердечко. Плектрантус. Здесь такой маленький черенок. И кажется, что ничего особенного от него вы не дождетесь. Но поверьте мне, растение очень сильного роста. Не поражается болезнями и вредителями. За мою историю работы с растениями я ни разу такого не наблюдала. Имеет специфический аромат. Очень такой лимонно-мятно-гвоздичный. То есть даже совместить какие-то запахи, трудно передать, что представляет из себя аромат. Образует просто каскад зелени. Здесь листочки несколько мелкие, потому что горшочек маленький. И черенок сидит уже давненько, но листья будут значительно крупнее. И плети достигают полтора метра при хороших условиях. Можно снова же черенковать. Замечательно черенкуется. Никаких проблем. Интересное растение, которое называется серебряный коралл. Потому что такие многочисленные тоненькие листики напоминают коралл. Называется оно калоцефалус. Калоцефалус. За счет такой своей серебристой окраски будет замечательно оттенять растение с другой окраской листвы. Посмотрите, как замечательно сочетается. Редкое растение, но я встречала его в каталогах. Называется горец головчатый полигоном капитатум. Конечно, вариант здесь не очень такой презентабельный. Но плети образуют длинные. И одно растение, посаженное в грунте, образует подушку диаметром до 70 см. Вот представьте, эти плети будут все не спадать. Листики имеют оригинальную окраску. В серединке темное пятнышко, красивая форма. Цветочки будут мелкие, шаровидные, собранные в такую головку белорозового цвета. Семена завязывает замечательно и даже насевается. Но, к сожалению, растения в наших условиях, в условиях средних широт, не зимуют. Семена завязывают многочисленные. Здесь даже можно увидеть остатки. В таких условиях суровых он все равно образовал семена. Редкое растение и дорогое растение. Это я уже про другое. Это я хочу рассказать про мандевилу. Мандевила растение тропическое. С красивыми жесткими листьями. И цветки тоже очень красивые. Они похожи на колокольчики. К сожалению, без аромата, но образуют каскад листвы. Цветки бывают различного цвета. Зачастую можно встретить розового, малинного цвета. Но встречаются сорта, если хорошо поискать. И с белой окраской цветка, либо двухцветной окраской. Можно высаживать как в кашпу, так и в напольные контейнеры. Можно сажать в какие-то вазоны и формировать из них. Если вы не хотите, уже надоели вам ампельные растения, можете формировать даже деревце, оплетая какую-либо форму мандевилой. Про горец головчатый я вам рассказала. Есть еще такое растение, которое называется налана. У себя на родине оно образует просто заросли. Оно стелется по почве. И когда наступает сезон дождей, а это Южная Африка, то оно распускается голубыми-синими колокольчиками. Есть вид налана парадокса, налана странная и налана хумифуза. Цветки немножко мельче, но отличаются вариации прожилки. Есть где-то серединочка белая. Посмотрите в каталогах. Уникальное растение, которое называется спилантес аллерация. Уникально оно тем, что как таковых цветков в нашем понятии, когда есть лепесточек, серединка, трубчатые, язычковые. Таких цветков вы не найдете. Соцветие сложное. Это семейство астерация или сложноцветное. И вся его головка состоит из трубчатых цветков. По мере роста они немножко меняют окраску. От темно-бордовой до ярко-желтой. Серединка получается желтая, как будто бы глазок тигра. И окаймленная бордовым колечком. К тому же растение еще в местах естественного произрастания. А это азиатские регионы. Оно издавна используется как лекарственное. И вот и почитайте, для чего оно используется. И найдете много интересного. Один журналист делился таким впечатлением, что когда он попробовал на зуб это растение, он получил будто бы удар батарейки. Можно посадить также те растения, которые будут не только создавать вам красоту, приносить такую эстетическую пользу, но и также растения, которые будут съедобные. Иногда можно услышать среди производителей, вау, вышла новинка. Ампельная форма клубники. И всеми просто бегом скупаем эту ампельную клубнику. Но поверьте мне, с таким же успехом вы можете пойти в лес и накопать обычные лесные земляники, которые образуют столоны почвопокровные. Либо вы можете у себя в огороде накопать клубники, которые не кустовые, а традиционные, и образуют розеточки. И посадить ее в горшок, подвесить. И ягодки впоследствии будут свисать красивым каскадом, образуя те же розеточки, только уже на вертикальной форме. Также можно порекомендовать посадить помидорки, которые мы называем черри, то есть это мелкие помидорки. И естественно, что не найдя опоры, не подвязывая, они также будут не спадать каскадом. Есть сорта, которые на одном кустике образуют разноцветные плодики. И это будет не только вкусно, но и в то же время красиво. Можно использовать в кашпо также растения, растения, которые мы привыкли выращивать у себя в помещении. Всем известная традисканция. Традисканция хороша тем, что у нее очень много разновидностей и сортов. И листья ее просто уникальные по своей окраске. Естественно, что традисканция будет также украшать ваш горшок и дополнять какие-то другие растения, которые красиво цветут. А традисканция будет здесь играть роль фонового растения. Либо хлорофитум. Мы привыкли его сажать где-то на кухне, потому что знаем, что это растение хорошо очищает воздух. Но посадите его в кашпо. Оно также образует воздушные столоны. Они будут свисать, красиво колыхаться на ветру. Ну и еще такое уникальное растение, где-то у меня тут припрятаны разновидности его, это плющ. Какое многообразие формы листа. Тут он не гофрированный, тут он и тонко рассеченный, и гладкий, и пестрый, и просто зеленый. И обычный плющ, который мы можем встретить в средней полосе в лесу, в некоторых регионах. Либо плющ с более крупным листом, который называется колхидский плющ. Растение, которое можно использовать не только как дополнение в горшок, как ампельное, можно из него сделать какой-то фон. Можно пустить на опору для вашей розы, либо какого-то вьющегося растения, чтобы оно оплетало эти опоры. То есть растение многофункционального использования. И за счет такой вот формы листиков мы привыкли видеть такие листики плюща на картинках, изображение гербов, флагов. Оно приносит такую определенную нотку, которая будет поднимать на настроение нашим кашпом. Ну и подводя черту, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что не следует вестись на рекламу. Если мы выйдем в свой огород и посмотрим, что какое-то растение убегает из вашей клумбы, стелится по земле, значит, можно его брать, смело сажать в кашпо. Если мы видим, что какое-то растение ускользает ввысь, оплетает какую-то опору, значит, и его тоже можно брать в наше кашпо. Не забывайте, что в кашпо все-таки площадь ограничена, и когда вы подберете свой ассортимент, не забывайте про поливы и подкормки. Подкормки должны быть еженедельные, небольшие дозы удобрений. И поливы в жаркие дни, конечно, в ограниченном пространстве пересыхать земляной ком будет очень быстро, поэтому иногда, может, придется вам полить не только один раз, но даже и два раза подойти к вашему кашпо. Ну а так надо поливать до такой степени, чтобы из нижнего отверстия вашего кашпо вытекала вода. Не позволяйте пересыхать земляному кому полностью, потому что потом будет трудно добиться проливания, и какая-то часть будет все равно сухой. И когда вы будете поливать поверхность, то может произойти так, что вдоль стенок все у нас течет туда, и у вас будет иллюзия того, что пролили, и растение все уже напоено, и все хорошо. На самом деле земляной кому внутри будет оставаться мокрым, мокрым, сухим, не доводите до такого состояния, попробовали, сантиметр сухой поливаете. Ну, вот, мне кажется, и все. Желаю, чтобы в этом году ваша кашпо была самым оригинальным и самым красивым. Успехов вам! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!